В Наринмаре за круглым столом обсудили реализацию международного проекта «Дети Арктики». Мероприятие прошло в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Участие в мероприятии приняли федеральные эксперты, а также гости из Финляндии и Канады. Поднение с киемотива начался в Наринмаре круглый стол Арктического совета. Международная организация была учреждена в 1996 году. Она оказывает содействие не только в сохранении окружающей среды, но и в развитии приполярных территорий. Чтобы Арктика и дальше продолжала развиваться, необходимо большое внимание уделять образованию подрастающего поколения. С этой целью и был разработан проект «Дети Арктики – это школьное и школьное образование». Он сортовал в феврале 2017 года в США, в штате Аляска. Включен в план действий рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию на период 2017-2019 годов и впоследствии продлён на период председательства Исландии и Российской Федерации. Проект «Дети Арктики» поддерживают Россия, Канада и Финляндия. Проект во многом ориентировался на образовательные возможности и языковую сферу. И активное участие в реализации проекта принимали правительственные структуры, учреждения образования, от усилий которых во многом зависит эффективность решения задач в этой сфере. Из всех стран Арктического совета у России самые большие приполярные территории, где проживают множество коренных народов – Саамы, Ненцы, Эскимосы, Чукчи, Эвены и другие. У каждого народа свой традиционный уклад жизни, национальная культура и язык. Всё это необходимо сохранять из поколения в поколение. Мы живём в суровых арктических условиях. И таковы реалии Заполярья. И особенно важно в этих сложных климатических условиях уделять особое внимание детям, их образованию, их развитию. Именно поэтому круглый стол собрал специалистов из разных областей – от образования до оленеводства. Также были спикеры из зарубежных стран, входящих в Арктический совет. Из-за сложной эпидобстановки в мире некоторые участники присутствовали на конференции посредством видеоконференц-связи. Но всех их объединяло одно – желание сохранить язык и традиции народов Севера. «Россия – это не только Москва и Владимирские церкви. Это ещё и бесконечная тундра, это ещё и студённые воды Ледовитого океана. Поэтому, конечно же, мы большое значение уделяем темам Арктики, арктических народов и жизни людей в Заполярье». Нинистская культура – это то, что с детства знакомо каждому жителю нашего региона. Но, к сожалению, о Нинистском округе мало кто знает за его пределами. Очень часто Заполярный регион путают с соседними. Неправильная постановка ударения – вопросы, а это вообще в России – то, с чем сталкивались многие жители округа. «Идея такая, чтобы предложить партнёрство по созданию книг для детей, про детей Арктики, про местный быт, колорит. Потому что мы все живём в одной стране, а получается, что наши дети не знают, что происходит в соседнем регионе. Мне кажется, это очень интересная тема, которая была бы интересна не только в одном регионе, но и для детей, допустим, в крупных городах, в других регионах». Особое внимание должно уделяться сохранению национальных языков. Так, на территории Нинистского округа был разработан специальный учебник для учеников младших классов. Он уже поступил во многие сельские школы. Но учить языку важно не только в рамках образовательной программы. «Мы проводим исследования по проблемам кочевых школ, по созданию речевой среды и по разработке учебников по родным языкам. Если нет речевой среды, естественно, если даже мы будем обучать их языку, изучать в школе в качестве предмета, то всё равно результата будет очень мало». Так идёт разработка учебника по ненецкой литературе для учеников восьмых-девятых классов. И проект «Дети Арктики» даст возможность коренным народам Севера сохранить свои традиции, свой язык и свою культуру. Чтобы в будущем маленькие дети во всех странах Арктики знали, кто такие ненцы, саамы и другие северные народы.